Золото символизировало Христа, как царя. Ο Λίβανος, ο Θεός, και η Σμύρνα εικόνιζε την Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου Μόνης. Αυτά λοιπόν τα δώρα τα είχε η κυρά μας η Παναγία και τα φύλλα. Τα οποία όταν κυμήθηκε η κυρά μας Παναγία, κυμήθηκε 59 ετών. Λέει η ιστορία τα άφησε σε δύο κόρες, σε δύο γυναίκες παρδένες να τα φυλάτουν. Τα οποία τα τιμή αυτά δώρα έμειναν μετά από την κυμήθηκε της Παναγίας μας. И вот эти честные дары уже по смерти нашей Владычицы Пресвятой Богородицы στα Ιεροσόλυμα 404 χρόνια. Ότι αυτό κράτορο Ασκάδιος, ο αυτοκράτος του Βυζαντινού κράτους ο Ασκάδιος, ήταν πολύ βλαβεί. Когда был благочестивый император Византийской империи Аркадий, он был очень благочестивым человеком. И он был очень благочестивым человеком. И он сделал все усилия, чтобы перевести эти честные дары в Константинополь. И вот в Константинополе честные дары. И вот в Константинополе честные дары пребывали 1048 лет после этого. И вот когда город был захвачен турками, И Васялий Саимаро, и кастры Георгию Вангровича Сербии, где была женщина Муаммеда. И жена Султана, отца Султана Мухаммеда Маро, которая была дочерью сербского царя Георгия. Ваше сердце, и я облигалась кровью, когда увидела то барбарство, которое совершали Турки в захватченном городе. Она приняла решение отправиться в Грецию, в подлоге этого монастыря, и там остаться и закончить там свою жизнь. И вот она уезжала из Константинополя, она, повторимся, была матерью правящего султана, женой предыдущего. Она забрала собой честные дары, которые ей отдали, и многие другие святыни, вместе с собой она их взяла. И она, на корабле, вместе с охраной, которая была в войне, которую ее охраняли, должна была отправиться из Константинополя в Салоники. И путь так проходит, географически, что он имеет рядом с собой Святую Городку. Он проходит рядом с полуостровом Святой Городки. Вот, подплывая с восточной стороны к Апонскому полуострову, она спрашивала, что это за монастырь, а вот это что за монастырь. И так вот, отплывая полуостров, в конечном итоге они достигли Святого Павла, о котором ей тоже сказали, что вот это вот монастырь Святого Павла. И она очень обрадовалась. У нас, увидев этот монастырь, с которым была связана история ее семьи, и решила оставить там эту величайшую святыню, для того, чтобы она вечно там прячевала. То монастырь μας, το Άγιο Όρος, το Άγιος Павλος, από τη θάλασσα, είναι περίπου 25-30, 30-30 ώρα, για να ανεβεί κανείς με τα πόδια, σιγά-σιγά, δηλαδή. Наш монастырь, Святого Павла, от побережья, куда приплывают корабли, от пристани, находится на расстоянии примерно 20-30 минут, пешком, не спеша. Сто μέσω, λοιπόν, της διαδρομής, υπήρχε μια ελέα, που λεγότανε μονόστιλος, όπως λέει η ιστορία. И вот где-то, на середине пути, примерно от пристани к монастырю, есть одно место. И вот Маро приказала и решила сойти на Святой Горе, чтобы принести дары в дары монастырю. Она вот дошла, и, как говорит наша традиция, она дошла до этого места, о котором я упомянул, примерно середина пути, когда из-за скалы, которая находится напротив, она услышала голос. «Маро, ни в коем случае не идти дальше». И она, Маро, услышала этот голос, спросила, «Кто ты такая?» Это был женский голос. «Кто ты такая, чтобы мне приказывать?» «Лээ, «Еγώ είμαι αυτή, όπου κατοικώ σε αυτόν τον τόπο». «И ответ был, «Я та, которая живёт на этом месте». «Кто ты такая, строгая?» И МАРО была благочестивая женщина. Она даже шага дальше не ступила, и отцы монастырские пришли из обители с хоругвами, с зажженными свечами, лампадами, для того, чтобы принять честные дары в свой монастырь. И МАРО поклонилась до земли, взяла в свою ладонь землю и камни Святой Горы как благословение, место, где живет та, которая ей приказывала, и отбыла на корабль. Это было в 1470 году. То есть вот уже сколько лет. С тех пор неизменно святыня хранится в монастыре Святого Павла. «На ξέρετε, όλοι σας, να τον γνωρίζουμε όλοι μας, και εμείς βέβαια, αλλά και εσείς να το ξέρετε, ότι το Άγιο Όρος είναι προστατεύεται από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και από την κυρά μας την Παναγία. «Γύτε αυτοσυνού κλειρουστιέ υκλειρνομιέτιζ, και που παρακολουθείτε από τον Κύριο το Άγιο Όρος, που παρακολουθείτε από τον Κύριο, που παρακολουθείτε από τον Κύριο, όπως και από την κύριο. И вы знаете, каждый из вас знает, что Святая Гора — это место, особо благословенное Спасителем, И это место, на котором особая благодать Пресвятой Богородицы почивает. Она там невидимо присутствует, как игуменья Святой Горы. И это место, где прославились тысячи святых преподобных отцов под покровом и благословением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Итак, мой вопрос, на котором старец говорит, что Владимир меня спрашивает, а каким образом вы выбрали жизненный свой путь стать монахом? Почему вы стали монахом? Ответ на самом деле очень простой. Я был призван. Вот как в армию призывают, так и я был призван. И на самом деле все монахи Святой Горы, они как воины Христовы были призваны туда. Это призвание. Когда я был маленьким, ну маленьким я вот, что я имею ввиду, 15-16 лет, я был молодой парень, юноша. Моя семья состояла из родителей, которые были благочестивыми людьми, людьми церковными, верующими, очень благочестивыми, проводящими свою жизнь во Христе. У моей мамы было восемь детей. В конечном итоге осталось пятеро детей, которые до сих пор живы, это мои братья и сестры. Ну родители почили вечную им память. И вот у нас была семья из семи человек, пятеро, как я сказал. Оставшихся в живых братьев и сестры и двое родителей. И мы не были ни богатой, ни бедной семьей. Мы искали работу, в первую очередь я, чтобы как-то жить. То есть у нас не было ни недостатка, ни недостатка. Нам было ровно столько, достаточно, сколько мы получали. И это было ровно для нашей жизни. Я настойчиво просил у своих родителей, чтобы отправиться работать, как-то поддержать свою семью, таким образом экономически. И помочь им с другими детьми. У нас было двое парней и три девочки, три сестры. И вот я у них настойчиво просил благословения, чтобы они меня отпустили работать. Но поскольку в 1940 году мир весь был в огне, это уже была Вторая Мировая Война, мир весь перевернулся. И все мы, в том числе в Греции, вся Европа, в Греции в том числе, мы находились в постоянном беспокойстве. Это было, все было в ужасном состоянии. И уже на то время, на 1940 году, нам объявил войну Муссолини от имени Италии. И чуть позже прибыли немцы, оккупанты. И поскольку я был еще юным, отец не позволил мне отправиться куда-то далеко от дома, скажем, в Афины, в Патры, куда-нибудь работать. И пропасть из поля их зрения, потому что он очень переживал обо мне. И поскольку мама меня очень любила, и видя мое желание как-то помочь семье, она меня утишала разными вещами. Она, вот, разные вещи делала. И пьет, чтобы у меня иконура Цюпа-на-Геаз, тόσо μεγάλη, и тόσо огромное. Она взяла вот икону Пресвятой Богородицы, вот таких размеров, как показала. И она сказала, положи эту икону в изголовье свое, становись на колени, молись перед ней, проси Пресвятую Богородицу, чтобы она тебе помогла, и она тебе поможет. И поскольку у нас было много работы в доме, я с 12 ночи полчаса читал разные святоотеческие книги, а другие полчаса молился своими словами. Тоте, λοιπόν, λέω, δεν ήξερα τι να πω, и говорю, Паναγία μου, εσύ ξέρεις εγώ τι θέλω. Аφού σου ξέρεις, δεν ανάγκει να σου ζητάω. Аυτό που ξέρεις, αυτό που είναι για μένα, αυτό να με φοτίζεις, και σε αυτό να με βοηθήσεις. И я внутри своей молитвой, внутри сказал, что Пресвятая Богородица, поскольку ты все знаешь, и в принципе нет никакой необходимости тебе говорить это словами, сделай так, благослови так, поступи со мной так, какая твоя воля. Вот пусть будет твоя воля совершиться на мне, которую ты знаешь, что это мне полезно. Мне даже, я даже не буду это словами произносить. И когда я только-только заснул, вот этот еще тонкий сон, я только закрыл глаза и заснул, μου φωνάζει από το иконизм, и терάμε с Панагея. Владычица наша Пресвятая зовет меня из иконы. И говорит мне этот голос, Пресвятая Богородица, что сынок, сын мой, ты станешь монахом. И я внутренне смутился, потому что я думал о многом, но я ни разу никогда не подумал о монашестве. И я внутри какую-то такую путаницу почувствовал, что может быть это искушение, может быть это не от Бога. И я никогда об этом не думал, как это все воспринимать, непонятно. На следующий вечер, следующего дня. Я снова встал на молитву и снова произошло то же самое. И я вновь ничего другого не мог сказать, как сказал, что Пресвятая Богородица, пусть вот будет как ты, твоя воля, как ты обо мне считаешь полезной. Я постарался заснуть. Но у меня было внутренне большое беспокойство. Потому что для меня это было очень странным, такое явление. Я не знал, как к этому относиться. Не знал, как вообще это воспринимать. Я не знаю, может быть, вы слышали поговорку о Зайце. Я не знаю, может быть, вы слышали. И вот Зайце, который отдыхает своей нарисовкой. И вот Зайце, который отдыхает своей нарисовкой. В норе у него всегда два выхода, а то и три. Если на него нападают с одной стороны, у него всегда есть куда ему сигануть туда. Если оттуда кто-то нападает, он сиганет сюда, а то еще и третий выход у него есть. И вот мы говорим, что Зайце в норе спит с открытыми глазами. Вот именно когда он с открытыми глазами, его можно схватить за уши и поднять. И вот когда у него закрытые глаза, именно тогда он не спит. Он наблюдает через щелочки, чтобы никто на него не напал. Вот примерно в таком состоянии я был в тот вечер. Я лежал с закрытыми глазами, но я не спал, потому что я был внутренне в большом смятении. Я очень переживал, а не будет ли снова этого голоса. И от чудного чудеса я услышал этот сладкий райский голос. Этот голос ни с чем нельзя сравнить. Это только такие слова, возможно, могут подойти. Райский и сладкий голос, который снова мне сказал, «Сын мой, ты должен стать монахом». И, конечно, я не мог после этого заснуть. Я встал, смотрел направо, смотрел налево, по сторонам. Откуда этот голос? Что это? Кто это говорил? Конечно, никого не было. И, конечно, я не могу. и вот я надо было утром вставать рано у нас все-таки работы было очень много в доме мы были сельской семьей у нас было там много животных с какие-то огороды были был виноградник надо было очень много было работы на было много чего делать и времени для сна было не очень-то и много и я вот подумал пойду возьму немножко подкреплюсь немножко молока нагрею с сухарем в мочу сухарь съем вот чуть-чуть подкрепиться все равно сна нет я пошел и вот соответственно я был в бодром состоянии абсолютно без сна и подошел вот это сделать я вот услышал сзади себя голос ты монахом станешь я обернулся и сзади никого не было и вот я услышал голос отсюда я обернулся никого нет тут я слышу в левом ухе этот же голос я оборачиваюсь там тоже никого нет снова отсюда снова отсюда ну представьте мое состояние я выбежал из дома и пошел побыстрее на работу заняться чем-то потому что я боялся находиться в доме это все происходило мои братья и сестры были в доме а это происходило немножко в у нас был такой приусадебный скажем участок отдельно стоящий все это там происходило я вот боялся на самом деле туда возвращаться пошли один там проводил время вот у меня был такой внутренний испуг а все мои были соответственно дома и вот я с одной стороны смотрел на этот домик где я жил ну голод уже час два дня и мне хотелось есть а другой стороны я боялся идти чтобы снова не услышать этих этот голос но тем не менее голод взял свое и я вот решился надо идти же подкрепиться как-то теперь они бомбли и вот я зашел что-то себе приготовить поесть снова слышу голос отсюда оборачиваюсь нет отсюда оборачиваюсь нет а снова отсюда отсюда и вот я говорю ну вот вы что там говорите не говорите я все равно поем потому что я уже не выдерживал я очень голодный был все равно я поем что в этом не делаете мой серфа галибон не гадите синито динамо стали ради так что прислали демиду вот когда я чуть-чуть подкрепился как-то появились какие-то силы я прилег подремать дебору салибона деборжа не и вот я прилег и как как вот как ленивцы вот как люди у которых как ленивые люди которые разучились и работать и отдыхать на самом деле они не умеют вот я тоже так лежал с одной стороны сон не не шел а с другой стороны я подняться не мог ну вот как я вот лежал западной стороны нашего домика там поодаль был монастырь который называется монастырь кипуре он то есть садовников в честь иоанна богослова и пресвятой богородица там игуменом был мой соотечественник из одного села мы с ним родом он же был и моим духовником но монастырь постепенно пришел в упадок к тому времени когда я рассказываю к тому времени история которой я рассказываю когда мне было 15-16 лет вначале он там было около 70 монахов достаточно сильный был монастырь но вот моим 15-16 годам там осталось 56 монахов все старые очень монастырь в таком упадке был и он был в очень-очень плохом состоянии этот монастырь здания все кипроты стептом на теле я забыл я заплатил это пиус на теле я не могу в том воде он вы собираетесь в том воде и честно я не забыл что я сама не понимал что я так должен был оберен на теле я истинный был на примене я не понял я неthis в том воде я ищи в том воде я не знаю что но я не пытался И вот я, видя это состояние, мне вот пришло, что ну как эти старцы будут заботиться о монастыре, что они там могут сделать? Они даже поубираться там не могут, ни подмести, ни ничего, и вот я подумал, что вот я туда приду, еще других там 5-6 человек молодых, и вот мы там наведем порядок, мы там все это приведем в хорошее состояние, и вот с того момента я уже ничего больше не хотел, я хотел стать монахом. И как сказано, и где же хочет Бог, побеждаются естества уставы. Вот так все это началось, в конце концов мы на святой горе Афон оказались. И все это происходило на Кефалане, откуда родом? Ну вот на святой горе я остался, потому что вот Господь меня призвал, я приехал на святую гору, обошел там все монастыри, и увидел в монастыре святого Павла все то, что я видел Господь, что мне открывал. Он мне имина Тундаево. Он мне имина Тундаево. И вот я смотрю на это все, вспоминаю это, и прошу Пресвятую Богородицу, которая мне помогает, не только мне, всем, всем отцам святогорским, да вообще всем людям, чтобы она удостоила меня быть достойным всех тех событий моей жизни, которые приключились. Потому что мы очень часто думаем, что мы там чего-то стоим. Каждый человек так думает, а на самом деле мы просто ничто. Никто из нас ничего не стоит, только Господь делает нас достойными чего-то. И поскольку сказано в Священном Писании, Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Сколько человек не возвышает свою голову, Господь его смирит. И только смиряющимся Господь даст своей благодати довольно. Институт монашества – это институт святой. Это его благословил сам Господь. И нам нужно добре подвизаться, чтобы Господь добре воздал. Но возложить все свое упование на Господа, на Его Пречистую Матерь. Только при помощи которых мы и можем совершить наш путь. Немножко длинно я вам это все рассказал. Это опыт, это переживания жизненные. Продолжение следует... Есть ли что-то в религии, что для него остается неразгаданной загадкой до сих пор. Это вопрос, которая продолжает эти бюджеты. Продолжение следует... Я верю вам свою жизнь. Малым апо то христианство. Христианство. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это был пjas scale. В fueron когда я был врачей, авто дали очень малого коллеги в мать и вот и дадут его дичь это и здесь и конец как и тонет я без преувеличения могу сказать что лучшие годы моей жизни которые я прожил это годы когда я был послушником и это не красе не для красивого слова это правда переживание моего сердца поскольку ну со всей откровенностью мы можем говорить только о том что мы действительно пережили вот для меня это подлинное переживание лучшее время моей жизни это время когда я был послушником ему на их очень хроняя и подарки гость я 20 лет нёс послушание был послушником трёх старцев которые все уже почили и я мне всегда нравилось послушать и могу думаю что я был послушливым послушником и господь дал мне силы я практически никогда не болел я был крепким всегда и исполнял эти послушания которые на меня старцы возлагали и поэтому они меня очень любили портал ему дэн и сектом у нас там монастырь и племена вот и саягином на меня мэра игуменос кеса и им на и и и ты лады и гуману на монастыре авто утром я ломбуржа до фото что у тебя буржа до секта дубра мудрый джидута у тебя до 3 марки дэдоню сахару грамма и я никогда не допускал мыси вообще никогда не думал о том что когда-нибудь я могу стать игуменом в монастыре и вообще как-то я никогда я считал что это мне не подходит что даже если какая-то мысль вот что это вообще не по мне это не для меня и я даже просто на самом деле этого просто даже не мог представить что какой-то день мне придется кем-то руководить что-то воздавлять вот я никогда не думал что я стану игуменом омоши проняя ду феу эс и канониша кэмэпсивзан батаре сиумену кэп аналава в тили дэсси для них опера боли для них а лады для них а урильмена прочь он дабы дай бербен агу ну вот промыслом божиим так сложилось что отцы избрали меня игуменом в греции игумены монастырей избираются братья и самой не назначаются никогда и вот отцы меня избрали у меня не было никаких не особых дарование никаких особых выдающихся качеств но вот отцы как-то решили я был очень я был неопытным но меня вот избрали почему-то и хао мошенна зилу топио и тяне лебен зилус ара дэн иксер рапон играл т ум ум н в дат fic а тать datas в мост Justin Дим – огня об миск юлем ел дьэ елл дэ см н автомобиль и на剛剛 автор lång агэ дэ кэ мэ да и кэ ticker я данki кэ дэ кэ но кэ как нэ т тэн и крū х enfrent и кэ Какое-то особое рвение. Монастырь такое устроение жизни, в котором требуется порядок и управление. И в духовном смысле этого слова, но и в административном тоже. И вот согласно нашей святогорской традиции, у нас мы периодически собирались были соборы или собрания монахов по вопросам экономическим, по вопросам духовным. Обсуждались разные темы и вопросы, которые требовали решения. И для этого, согласно афонской древней традиции, собирается собор. То Монастырь, λοιπόν, είχε πάρα πολλές ανάγκες. Και πνευματικές ανάγκες, αλλά στα πνευματικά, πάντα η γη, το ηγούμενο. Αλλά στα διοικητικά, στα διοικητικά, στα έξω. Ήθελα, δηλαδή, με μια αυθόρμητη αρθή, να τασιάσω όλα, λέει, κι εγώ θα έκανα όλα τα τασιάστα, να είμαι τίποτα λαθασμένο. И вот в таком порыве своего рвения, мне казалось, что монастырь был в таком положении, которое требовало вмешательства, особой заботы. А я вот в таком рвении, мне казалось, я вот сейчас всё исправлю, я сейчас всё сделаю. И я вот говорил отцам, вот вы... И у меня было какое-то такое немножко рвение не по разуму. Вот отцам я говорил, вы сделаете вот это, вы сделаете вот это, вот пойдёте сделаете вот то. Они мне говорили, ну ты нас не оставишь вообще в покое, не будем мы этого делать. А я вот расстраивался, ну как так, ну как же так, надо же всё это поправлять, надо же всё это делать, как-то надо на это реагировать. И вот у меня появились помыслы отказаться от игуменства, не уходить из монастыря, остаться в монастыре, но отказаться быть игуменом. И меня очень расстраивало вот это вот всё положение вещей, и в таком расстроенном состоянии духа вот меня посещали такие помыслы. И вот в какой-то момент отцы отправили меня в Салоники, надо было поехать, завершить кое-какие работы. Надо было для этого поехать в Салоники, и я, значит, должен был уехать из монастыря, и я отправился туда. И я был очень расстроен в таком расстроенном состоянии, я поехал в Салоники. У нас там был один дом, в котором мы жили, когда по необходимости надо было ездить в Салоники, чтобы не жить в отелях. Мы как-то, значит, приобрели квартиру от монастыря, и мы вот там все отцы, которые по какой-либо нужде пребывали в Салониках, они жили там. Ну и я туда поехал. Я был очень расстроен в таком возмущенном состоянии духа, и приехал, закрыл там все и опыты. Окна закрыл, и занавески завесил, и еще и ставни закрыл, чтобы не было видно, потому что, ну, когда свет из окон, в окнах появился свет, к нам приходили разные, ну, наши друзья и мирянея, которые всегда там хотели духовного совета, поговорить о чем-то духовном, пообщаться и спросить благословения. А мне в этот момент вообще ничего не хотелось, я был вот очень сильно расстроен. Мне хотелось побыть одному, и вот, получается, позакрывав все, остался в полной темноте. И вот ночью такая темень была, что вообще ничего не было видно, как мы говорим, кончика носа не было видно. Полная, 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 полная темень. Полная, полная темень. И вот в один момент, как молния пронеслась по комнате, и она наполнилась светом. Надо сказать, что это был не яркий свет, не свет, не темень. Вот нечто такое среднее, очень сладчайший и тонкий свет, который наполнял всю комнату. И вот я слышу голос, который говорит мне, «Отец Игумен, что ты такой расстроенный?» И я сказал, «Я не знаю почему я расстроенный, но я очень расстроен, потому что, может быть, потому что не могу найти выхода». И говорит мне голос, «Что ты думаешь, кто-то в этом виноват?» Я сказал, «Я не думаю, что виноват кто-то конкретно, я думаю, что виноваты грехи мои». Я не могу найти сути того положения, причины того положения, в котором я нахожусь, и не могу найти выхода, как из этого выбраться. И слышу ответ, «Я скажу тебе, что нужно делать, и что виновата». И ты думаешь, что ты все своими силами поднимешь, все своими силами исправишь, но так не бывает. Ты должен исправить самого себя. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Просыка, например, с любовью, с тем временем, мы вводим для наших работников, для наших пневмонтов, и все эти вещи. И я пережил и понял, что явилось причиной моего такого состояния, что виновата. И понял это очень ясно, как вроде бы меня изнутри этот весь свет просветил, и я каждый уголок увидел, что нужно развлечение, нужно равновесие, нужно отдавать место и для духовной заботы, и для телесной заботы. Нужно поддерживать это все в равновесии. Он не знал, что это я не знал, не Arsenal, ничего не Magazine. Пат Dynasty говорит, когда это все в основном, птица идет, не thankedall, С то что я уч ts. птица, не пос BÜNDNIS 90, а пора на 10, у меня takesпая рgard。 И я внесня на двор 같습니다 мою память на жизнь через hologram, и яз Rembrandтем в будущем... И вот я услышал голос, что не переживай, отче, оставь все в воле Божию, молись, и все образуется, все придет в свой порядок. И я сказал, ну если такое благословение, благослови. И на этом закончился наш разговор, и это видение. И я почувствовал такую легкость, как вроде бы я ребенок, и у меня такие внутренние силы, что я мог бы что угодно сделать. Так меня наполняло, и такие разные-разные переживания были. Я вернулся в монастырь, и занялся прежними делами, но вот появилось такое состояние, как я, вроде бы я занимаюсь этими делами, и они меня интересуют. И в то же время мне безразлично, что с ними происходит. То есть одновременно и интерес, и внутреннее духовное безразличие к этим делам. И когда я вернулся в монастырь, мы созвали собор, каждые 15 дней созывается собор в монастырях, для решения духовных вопросов и административных вопросов. Это древняя традиция, так мы делаем в наших монастырях. И вот мы созвали собор. И вот я на этом соборе не сказал ни слова о вещах, которые нас, в административном плане, которые нас беспокоили, были работы, которые надо было завершать. И то, что меня вот до этого вызывало такие переживания, как это сделать, что с этим делать и так далее. Вот внутреннее, как бы я уже не находил никакого отзыва внутри. Я сидел молчал, мне просто нечего было сказать. Я просто молчал об этих административных проблемах. И вот отцы между собой говорили, что как-то странно, Игумен ничего не говорит, никаких замечаний. И никак не реагируют вообще на это все происходящее. Но я вот себе сидел, и мне как-то было так спокойно. Вот эта вся тяжесть, лежащая на сердце, она вся ушла. Было все в порядке. Для меня все было так хорошо. На новом соборе, через 15 дней, тоже самое. Моя слова не сказал. «Στη, τη σύναξη, λοιπόν, που κάναμε, λέει, ένας από τους γέροντες, που είχαμε μια δουλειά του Μαναστηριού, πολύ σοβαρή, δεν τελειώνουμε, λέει, αυτή τη δουλειά της σοβαρή που είχαμε, που αυτό με έχει και εμένα πιο πολύ, γι' αυτό και ήμουνα όλο στα ζώρια. И вот на третьем собрании один из собора старцев говорит, «Отец-Ягумен, ну мы что, не закончим вот эту вот работу, надо с ней что-то делать?» А это был именно тот вопрос, который больше всего меня тогда, в самом начале беспокоил, который больше всего мне доставлял душевной тяжести, вот, и в отношении которого, в первую очередь, я вообще перестал говорить. И вот он мне говорит, что вот давайте вот что-то мы уже с этим, ну вот, неужели мы его не закончим? И тут все отцы единогласно достигают полного единогласия, единомыслия, что да, надо с этим делать, и делать это надо вот так вот, а я слова не сказал. И вот отцы встают и говорят, «Отец-Ягумен, а что же вы молчите, что вы слова нам не скажете?» Это как в поговорке, молчание – знак согласия, то есть вы, получается, соглашаетесь с тем, что мы говорим? «Ки εδώ είναι το θαύμα του Θεού και της Παναγίας, το ότι εμετακινήθηκε αυτό από μένα η αγωνία που είχα για να τελειώσω τα έργα και κάθε έργο που κάνουμε, παράδειγμα στον Μοναστήρι, «εμετακινήθηκε από μένα και μετακινήθηκε τους πατέρες». «Ки εγώ ήμουνα απλώς να λένε αυτή, τελειώσαμε τη δουλειά, λένε, δεν κάνουμε κι αυτή τη δουλειά την άλλη, να τι κάνουμε, «εσύ γεροντυλειά, να είναι ρευγημένο». «Και έτσι κάναμε του κόσμου στις δουλειές και είμαστε και ελληνικοί». «Έτσι ο Θεός εργάζεται, έτσι εργάζεται ο καλός Θεός και έτσι μας βοηθάει η κυρά μας Παναγιά». «Και εμένα με βοηθήσε πολλά άγιους, όχι μόνο αυτό, πολλά άγιους κάθε μέρα». «Και λέω, πώς τόσα χρόνια μπόρεσα και κάθεσα να βοήμαι σαν οικούμενος ταυτά, όπου τα προσώτα μου δεν είναι και τόσο». «Αλλά εβοήθησε κυρά μας Παναγιά, ο Αγιος Θεός, έτσι το θέλεμα του Θεού». «Και εμείς το βλέπουμε αυτό το πράγμα, το αναγνωρίζουμε και λέμε, «Κυρία μου, Παναγία μου, εσύ είμαστε κυβερνάς, εσύ είμαστε διοικείς, εσύ φωτιζέ μας, να είμαστε στο σωστό δρόμο, στο καλό δρόμο». «Διότι δεν είναι μόνο το να γίνει κανείς μοναχός, αλλά το να γίνει καλός μοναχός». Δηλαδή να μην χάσουμε την πορεία μας, τον δρόμο μας, να σωθούμε, γιατί έλεγε ο Κύριός μας, «Τι γαροφελής άνθρωπος, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την εαυτού ψυχή ή της δώσει, δεν υπάρχει αντάλλαγμα να δώσουμε. Δεν είναι να πεις να δώσω εκατό εκατομμύρια και θα πάω στον παράδεισο». Δεν πάνε. Το παράδεισο θα πάει αυτός που θα πάει. Γι' αυτό θέλει να προσέχουμε στη ζωή μας, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, να αγωνίζουμε άστε να προσευχόμεθα, διότι η προσευχή είναι αυτή που μας ενώνει με τον Θεό. Δεν πάνε. Αντάλλαγμα να δώσουμε τον Θεό, δεν πάνε. Αντάλλαγμα να δώσουμε τον Θεό. Δεν πάνε. Αντάλλαγμα να δώσουμε τον Θεό. И вот, собственно, так проявилось Таинство Божие, что Господь через Отцов, Господь какие-то мысли влагает в Отцов, и они между собой соглашаются и приходят к какому-то решению, и потом и спрашивают благословения Игубена, а сделаем эту работу, а завершим вот эту, а сделаем еще эту. И тогда Господь просвещает и Игубена, чтобы он отвечал на это их желание. И так вот получилось, что по благословению Божию мы все эти годы в монастыре у нас полный мир, и мы сделали столько разных вещей, и мирских в том числе работ, но при полном мире и никаких разногласий Отцов. Господь влагает, и это Его Таинство, в Отцов мысли, а моя задача как Игубена с этими мыслями согласиться и благословить их, видя, что в Отцах есть единодушие. И на самом деле, ведь вопрос не в том, чтобы стать монахом. Дело в том, чтобы стать хорошим монахом. Потому что, как сказано в Священном Писании, какая польза человеку, если он приобретет мир весь, а душе своей повредит. Вот мы можем заботиться о чем угодно, мы можем миллионерами стать, а при этом рай потерять. И что, какая нам польза? За душу нет ничего более ценного, чем душа человеческая. Поэтому нужно молиться, чтобы Господь нас удостоил не просто встать на путь, а достойно пройти этот путь. И это достойное шествие, это только дар Божий. Только по благодати нашей Пресвятой Владычицы, ее заступлением, Господь нам дает силы. И наша задача молиться, потому что только молитвой мы можем приобрести все эти дарования. Вот. И заботитесь друг о друге, молитесь друг о друге, поддерживайте друг друга. Это и есть наши христианские, простые христианские добродетели. Это забота о душе, своей и своего ближнего. Хотели бы спросить отца Парфения, какой путь личного духовного совершенствования в современном мире, каким он должен быть? Пья и не иодос тис просопикис, пневматикис, катортосис, тисимерини эпохи. И не о космос алексе параполи. А не хи капиас и диетеротитис о семериностропос пневматикис зоис. Пьёс поспрепинаины. Стон синхрону козму, яйнон вайко. Парамадо, а не хи капиас. И не хи капиас, а не хи капиас, а не хи капиас. И не хи капиас. И не хи капиас. И не хи капиас. Современный мир очень изменился. Но в духовном отношении, надо сказать, что ничего не изменилось. Мы знаем, что Христос вчера, днесь и во веки той же. Он не меняется. Законы духовного мира. И не хи капиас. И не хи капиас. И не хи капиас. И они и спешили, 岔 Христос и три зги, затем... те три года мы получили в этой экономии. 갈чим л Qué?", и их силу до sympathy, и идти через синтегию изů. у нас 10 заповедей моисеевых были даны много тысяч или несколько тысяч лет назад и они были актуальны и тогда актуальны для времен когда жили ученики и христовы и актуальны для нашего времени и они будут актуальны до скончания времен не меняются они вот айдану кирилл матью у нас 10 лет и что мы в, когда христос вошел в Иерусалим в неделю вай люди думали что пришел новый царь что вот они сейчас его вот они посадят его императором они там сделают из него царя восклицали ему очень высокие слова ему провозглашали семья стимуля лейтсу манитесту влепет и лео в какой-то момент господь говорит своим ученикам видите этот народ который аплодирует рукоплещет который возглашает разные возгласы разные слова кричит и сказал ученикам что народ этот только устами своими почитает меня сердце же его далеко отстоит от меня если лейтсу манитесту я ледо дистанем а ты дэшму и ему мать и дэх или джеда дэшму киан кириды джеду леву то дейсене ему мать и дэн и говорит что если вы ученики мои исполните заповеди мои и пасиму будет видно что вы мои ученики что вы будете исполнять заповеди которые я дал вам авто που ибо христос манитесту исчез и яма и для олду гольма и то что христос сказал своим учеником актуальна и для нас и для всего мира и если мы говорим что мы христиане мы должны исполнить заповеди которые христос дал нам не просто говорить что мы хотим сохранить веру и любовь а мы должны верить и любить и исполнить заповеди которые христос нам дал и 10 заповедей которые 10 заповедей моисеевых но к сожалению современный человек отступник богоотступник керезе горджи фанэном и παраномузу у данный христиан이죠 они рожены кончиво кгал И вот современный человек, он богаотступник, он отступил от Бога, он извращает законы. И вот что мы видим в современном мире? Мы видим, что прелюбодеяние людьми не воспринимается как грех. А кто человек, который... Что это за человек, что он в дерзости своей посягает на божественный закон? Мы забываем, что это смертный грех. Этот грех смертный. И это Божья заповедь. И не убей. Есть заповедь. Запрещено убийство. Люди голосуют, принимают законы о разрешении абортов. Это что такое? Это не убийство? Это убийство. Однажды, один раз я был в Салониках. И когда он проходил через площадь Аристотеля, там чаще всего происходят акции протеста. И он увидел множество народа и не знал, зачем они здесь собрались. Они возглашали разные лозунги, кричали там. Он не знал причины. И он увидел одного христианина, который был рядом с ним. И он спросил, зачем они здесь собрались, за что они ратуют, что они хотят. И они собрались, чтобы протестовать, поскольку в эти дни в греческом парламенте принимался закон о разрешении абортов. И этот епископ сказал, что правильно они собрались, хорошо, что они протестуют против абортов. Он говорит, что у моей мамы было 24 ребенка. Я 17-й. Это может слышаться, конечно, очень удивительно. Но я 17-й. А если бы она делала аборты? Я не то, чтобы меня бы здесь не было. Вот так сказал этот достойный и очень благочестивый епископ. Вопрос в том, как отличить подлинного духовника от находящегося в прелести, от самозванца. Если у человека ум на своем месте, и он при этом хороший и верующий человек, то Господь дал ему дар различать добро и зло. И все это, конечно, происходит по благодати и при помощи Божией. Господь удерживает и помогает. Есть много и самозванцев, и в прелести находящихся людей. Но если у человека на своем месте разум, как его Господь его создал, и если он верит в Бога, надеется на него, то Господь его просветит и покажет ему, открывает ему, различает человека. И все это, конечно, неизвестно. и не только вмиграю, есть празднования в том числе, что ему привезли. И вот говорит, что этих человек «Свинетие. И есть Вот во время Бога. И от этого вы видите, я и так hyvin. Возвращение из-за И один человек, который, из-за эксклю situation, который Х PALfi, который Вiertаневич, который же ВitterANS, он переносит в rash, к estado как этот человек. Мы его Heathод чем падает и заводaged, неис soldちら, а потому что он не м 125 грам本, потому что онIT二 год навunto Economicデください. Когда он watches для этого, то в от reductionах они calculate los Bog Selena Os pomoc. Господь Премудрый, который создал человека, мудростью и глубочайшим своим знанием всего, вложил в него развлечение, возможно, способность развлечения добра и зла. Мы называем это совестью. Совесть мы еще называем иначе глаз Божий в человеке. Или говорим, что есть свидетельство совести, которое обличает человека. И это та Богом заложенная в человеке возможность различать добро от зла. У человека есть силы и возможности даже по внешнему виду видеть и отличать. Вы же замечали наверняка за собой, что мы видим одного человека, грех отражается на нем. Или ребенка мы наблюдаем и вот он чистый и ангелоподобный и прекрасный лицом. Потом человек грубеет, грех огрубляет человека. И вот что делали коммунисты. Они вкладывали в его руки оружие и заставляли совершать грех. И этот грех отражался на лицах людей. Видно было по ним, как они грубые. Какие вопросы, которые вы задали? Пьеса эротисис, пьеса эротисис, пьеса эрхондецессас и антрупи. Ос, с тематиком. С какими вопросами, задаю вопрос отцу Парфеню, к вам чаще всего обращаются люди, что их больше всего беспокоят. Чаще всего. ПАНТОС что вопрос, поставленный вопрос очень сложный и ставит меня в очень сложное и неловкое положение, потому что я, обращаясь в зор свой вокруг, могу сказать, что люди охладели очень мало, по-настоящему, в подлинном смысле этого слова, в оцерковленных и живущих духовной жизнью, подлинной духовной жизнью людей. Люди охладели. Και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι μπορεί, παράδειγμα, ένα παιδί να έβγαινε τη νύχτα από το σπίτι του και να πει να κάνει μια βόρτα στην γειτονιά, στο χωριό, εκεί πέρα, ή σε παράξενα μέρη που μπορεί να γίνονταν ανοματίες και αυτά, και είχαμε αυτόν τον φόβο. Γι' αυτό είπε να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια από νωρίς, να μην γυρίζουμε σε αυτά τα αγατανόμαστα μέρη. Τώρα όμως, όπως ήταν τα πράγματα, αυτά λήξανε, τώρα μας έφεραν τους πειρασμούς, να πούμε εκεί πέρα, με όλα αυτά τα διαδίκτυα, με όλα αυτά που είναι εκεί πέρα, και έχουμε στην τσέπη μας, να πούμε έλεγε, με ευχαριστώ ο Παΐσιος, στον Τάγιο Όρος, τώρα λέει όλοι με ένα τηλέφωνο στη ζώση, βάλαμε το καρκίνο μας στη ζώση μας εκεί πέρα, και τα βλέπουμε όλα, τώρα τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι κακά όλα, μπορεί να πω ότι δεν είναι κακά όλα, διότι μέσα από αυτό γίνονται πολλά καλά πράγματα, αλλά εκεί υπάρχουν όλα τα φρούτα, και ένας αδύναμος άνθρωπος, όπου δεν έχει δυνατή την πίστη να μπούμε και το μυαλό του ζωστό να μπούμε, βλέποντας όλα τα πράγματα ξεχνά αν είναι χριστιανό, ξεχνά αν έχει μάνα, ξεχνά αν έχει πατέρα και ξεχνά αν είναι Έλληνας ή Ρώσος. Αυτό είναι, είναι δυστυχία δηλαδή, δηλαδή εγώ θα έλεγα, το λέω πολλές φορές, αλλά έχει γίνει τώρα, μας έπιασε το κινητό τηλέφωνο, ο πειρασμός ο κινητός, όλη τη τσέπη μας, το βλέπω είναι ευκολία, ότι δεν κάποιονται, θα έλεγα, θα έλεγα, θα έλεγα, θα έλεγα, θα έλεγα, θα έλεγα, πολύς φορές, αλλά όταν ξεχνά το ίώσος ή Κάταστροφη. грехи там и так далее сейчас время так поменялось что на самом деле мы все эти грехи с улицы принесли в собственный свой дом и вот человек сейчас с мобильным телефоном в кармане может и имеет доступ ко всем вещам этого мира ко всем грехам этого мира вот и я не могу сказать я не говорю что сами по себе технологии плохие что вот что человек это все изобрел это плохо нет это не плохо это хорошо с одной стороны но если человек не верующий еще человек слаб в вере этот это рак который он носит в своем кармане который его поразит его уничтожит это грех который он допускает сам для себя я много раз это говорил и много и везде это повторяю мобильные телефоны современные это мобильное искушение для современного человека мы по телефону узнаем все что где творится в америке в россии и он же через него же человек забывает кто что он он забывает свою мать отца русский он грек ли он он забывает все он там внутри и этот грех так его держит что он не может от него избавиться повторюсь я не хочу сказать что плохо сам по себе телефон плохо то как что человек настолько слаб что он не может ему противостоять и этот грех мы с улиц внесли в свои собственные мы его носим с собой все время в кармане у нас есть доступ всюду и везде к этому греху семья часть неба на земле как сам это фраз как правильно относиться к выбору второй половины и как есть ли какие-то критерии такого выбора и куриния и для на влогимена прагма и влогиме не куриния семья это священная вещь священное явление есть у нас три вещи которые мы должны защищаться есть три священные вещи вера отечества и семья вера отечества и семья и куриния область может быть духа о фstory о бежать нет ни одного д paints ос秋 salqi и необходимости любви и личность в сознании мы должны сказать вам что я думаю мы должны думать обменур credible ну вот онpmастерские такая у нас детей а теперь же о б campe он перед нами aware воспитать своих детей особенно и в первую очередь если это верующие люди не хотят их именно воспитать поскольку если человек неверующий что он передаст своим детям он передаст то что есть он сам то есть свое неверие и есть христианские же семьи которые хорошие дети д坪 столь шагов мос готов к его дни сюда прохожу с какого предоставства самая хорошая пыли дьяволиный аспект это надо запомнить эту его описывал в этом году они имеют каждого ребенка но вы его есть и и дядя Недостаточно этого, с другой стороны, потому что первое, что получают дети от своих родителей, это гены. Как есть то, что имеют родители, наследие они передают своим детям. Они их наследники, генами это передается. И вот что должны делать хорошие родители. Они должны соединить своих детей, с самого раннего возраста, с духовными руководителями, с духовными отцами. Чтобы дети научились с самого юного возраста поститься, исповедоваться и поститься не только в Великими Постами, Рождественскими и Четыридесятницей, но и в среду-пятницу каждой недели. Чтобы дети с самого малого возраста научились молиться, вставать на колени перед Богом. Родители не все могут, не все в силах передать детям, не все в их силах. Для этого нужны люди. Люди, кто говорит ребенок, как ребенок. Поэтому нужны духовные отцы, духовные руководители. Духовник, если он говорит с ребенком, он говорит как духовник. В первую очередь ребенок научится почтитать своих родителей. Любить Бога. Не воровать, не сквернословить. После духовника, школа. Если в школе учителя не христиане, а безбожники. Дети будут учиться, становиться безбожниками. Чтобы род наш был христианским, нам нужны хорошие родители. Хорошие духовники, хорошие учителя. Тогда род наш христианский будет святым и равноангельным и сильным родом. Поэтому, чтобы государство имело славное и сильное будущее, у него оно должно заботиться о том, чтобы не было безбожников, учителей. Ну и все остальные вещи тоже, само собой разумеется.